Ну да, есть несколько штампов, которые сопровождают меня все последние 15-20 лет. Это, видимо, есть у каждого политика, есть и у меня. Это один из них. Тезис о том, что я боюсь ответственности, был придуман теми, кто работал в правительстве, зная, что это правительство очень коррумтированное, зная, что это правительство проводит такую политику, которая, безусловно, потом будет признана в лучшем случае ошибочной, а скорее всего преступной. Ну, например, как политика залоговых аукционов, или политика, которая приводит к девальвации дефолтом, или политика, которая связана с массовыми убийствами во время войны. Вот эти люди очень хотели, чтобы все российские политики участвовали в этом. Все до одного. Чтобы все были замараны. И они именно придумали такую формулу, что вот кто не хочет в этом участвовать, тот не хочет ответственности. Скажу вам откровенно, не хочу такой ответственности. Меня в детстве приучили, что воровать это плохо, а у своего народа воровать вдвойне плохо. Меня в детстве приучили, что в той политике, которая тебе не нравится, которую ты не поддерживаешь, в ней не надо участвовать, даже если тебе придется ждать другой политики всю свою жизнь. Разве это плохо? Меня всегда упрекают, что у меня есть желание быть с чистыми руками, или там в чистых перчатках. А что плохого-то? Я должен быть обязательно в грязных? Нравится вам быть в грязных перчатках? Такую ответственность. Ну а теперь еще поговорим об ответственности. Кто у нас понес за это ответственность? За что-либо? Ну кто? Кто-нибудь мне назовет того, кто сделал гиперинфляцию в России? 2600 процентов. Что такое была гиперинфляция в России? Полная конфискация всех денежных средств. У всех граждан. И точно после этого уже невозможно было проводить нормальную приватизацию, потому что деньги же у всех все отобрали. На самом деле это крупное экономическое преступление. Кто понес за это ответственность? Все это знают. Все с этим согласны, что это крупное экономическое преступление. Но никто за это ответственности не понес. Поэтому ответственности в нашей стране такого рода бояться не надо. Потому что все, кто в правительстве, они на самом деле никакой ответственности не несут. И не несли никогда. Ни сегодняшние фигуранты правительства, ни прежние. Нет ни одной фигуры правительства за 20 лет, которая понесла бы хоть какую-либо ответственность. Потому что это корпорация, потому что это объединение людей, которые своих не сдают. Поэтому единственное, для чего меня звали в правительство, чтобы я в этом участвовал. Либо для того, чтобы, извините, как в детстве говорили, стоять на АТАСе. Вот они будут там тырить, а я буду стоять на АТАСе. Не мой жанр. Не хочу я в этом участвовать. Не хочу. Вот и все. Вот такая у меня ответственность. А если касаться вопроса, когда меня звали в правительство, да, меня часто спрашивают. Я, может быть, впервые расскажу, как это было. Звали конкретно, вот так приглашали меня в правительство дважды. Один раз Борис Николаевич Ельцин, для того, чтобы я снял свою кандидатуру с выборов, когда я боролся против него. А считай, против всей этой политики 90-х. В этом виде, в котором она была. Он говорил, вот если вы снимете свою кандидатуру, я вам дам должность первого вице-премьера. А я ему ответил, вот если вы арестуете вот этих людей за коррупцию, перечислял фамилии, то тогда я сниму свою кандидатуру, и даже не нужно мне ваше правительство. Он сказал, я не могу это сделать, это мои друзья. Я сказал, если это ваши друзья, то я тоже не могу вам ничем помочь. Он сказал, ну что вы хотите, это же Россия, тут коррупция, ну что, это же Россия, говорил Борис Николаевич. Россия, вы понимаете? Я говорю, ну значит, тогда я ничего не узнал. Второй раз меня звали в правительство, это был такой крупный государственный деятель Евгений Максимович Примаков, который стал премьер-министром сразу после дефолта и девальвации. Он мне предложил должность его заместителя по социальным вопросам, в то время, когда на экономику он назначил очень странных людей, советского образца, с которыми можно было только представлять, что эти люди будут только заниматься, ну в лучшем случае, чисто советскими методами управления, которые прямо противопоказаны. А возможно, и там займутся, как сейчас можно говорить, распилом. Так это что значит? Они будут заниматься распилом, а я буду стоять на раздаче, да? И буду ездить по всей стране, и буду объяснять, вот вы знаете, вот тут не хватает нам вам пенсии, вот вам не хватает у нас пособий. Ну, мне даже стыдно было это обсуждать. Просто это было, ну очень, со стороны Евгения Максимовича, несерьезно. Это было сделано, он мне прямо, кстати, сказал, он сказал, Григорьевич, тут вот на меня все давят, чтобы я пригласил вас в правительство, вот я вас приглашаю, будете вот тут с пенсионерами стоять на раздаче. Я говорю, я очень уважаю пенсионеров, я очень уважаю все поколение моих родителей, и поэтому при такой конфигурации правительства я ничего не могу для них сделать хорошего. И им ничего хорошего, конечно, и не сделали. Собственно говоря, все. Вот вам и все мифы о правительстве. Еще раз хочу просто пояснить. Да, со мной боролись и очень придумывали разные темы. Во-первых, ко мне есть две темы. Вот одна, что я боюсь ответственности, и вторая, что мы ничего не делаем. В смысле не воруем, это точно. Вот это, в этом смысле мы точно ничего не делаем. И те, кто это говорят, я могу перечислить фамилии, вы их скоро увидите в интернете. Вот они будут комментировать этот пост, вот там все прочтете, ссылки на них. Вот эти все люди считают, что делать в России, вот, это значит пилить бабки. А вот мы так не считаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова